Здравствуйте, друзья! Мы в Сочи, мы все еще в великолепном Сочи, и я свое видео позиционирую как комедийное, свой канал как комедийное, но хочу показать, что бывают ситуации, которые чуть-чуть портят комедию. И нам жизнь, и природа задает задачки, которые надо решать. Не люблю слово «бороться», но в принципе, да, боремся со стихией, потому что вот только недавно видео похвасталось, какую я замечательную сделала, вырастила сама своими ручками вот эту загородку, зеленую изгородь, да, и я считаю, что тот может называться настоящим садовником, кто вырастил настоящую живую изгородь. Это как в английских садах. И получилось, что ха-ха-ха, что-то надо с этим делать. Ну, в общем, рассказываю по порядку. Здесь же, так, рассказываю по порядку. А природа нам вот задала такую штуку. Вот эта вот загородка, это еще от старых хозяев, и она все время была какая-то, ну, такая не совсем стабильная, скажем так. И поэтому я и садила эту изгородь, потому что я думала, что она закрепит землю и не даст дальше разрушаться. Не тут же было. Она, конечно, закрепила землю над этим, ну, в смысле, саму-то землю, верхний слой, но нижний слой, он как был, он так и есть. И вот сейчас нужно будет бороться, что-то с этим делать. Какие работы делают в Сочи? Это вот, знаете, с экскаватором. Я просто вижу по нашей улице, экскаватором сносят гору, потом какими-то машинами с цементом приезжают, ой, с бетоном приезжают, это все заливают. В общем, здесь это невозможно. Мы около дома, здесь лестница, машина не подъедет, рабочая техника никакая не подъедет. Нанимать кого-то, это вот, знаете, это вот, в принципе, это вот тоже весь этот ручной труд, его можно сделать самим. В общем, к чему я? Думали-думали мы, как это сделать эффективно, дешево и как-то, ну, эффективно, да, красиво, красиво по техническому решению. И, в общем, не придумали ничего, что как-то надо будет стесывать вот этот вот слой земли, землю лишнюю убирать, и с той стороны нужно будет выкладывать террасы. Очень жалко, потому что для этого нужно пересадить вот эту изгородь, пересадить вот этот мандарин, но я его давно хотела пересадить в горшок. А самое важное, это вот виноград, он вот у меня вьется туда, вот на этот некрасивый вот, ну, некрасивый кусок балкона, и он у меня там все завивает, и только-только он два года как начал продоносить. Сорт хороший, кишмиш венгерский, это 351, или что-то там цифры на 300, вот, и прямо вообще, прямо не знаю, как бы его бы тоже бы пересадить, но его, наверное, придется подрезать и как-то пересадить. О, я нашла ракурс, которого снять, с лестницы снимаю. Вот там вот этот весь ужас, это надо убирать, склон скашивать, делать террасы и выкладывать камнями. Естественно, будем это мы делать, даже вот моя изгородь уже стала вот туда внутрь заваливаться. Ну, что делать? Да, природа, и уезжая из Новосибирска, я думаю, господи, наконец-то прекратятся эти вот перемерзания грунта, замерз, оттаял, вспучивание, дорожки вспучиваются. После зимы прям постоянный ремонт. Думала, ну, в Сочи можно расслабиться, ха-ха-ха. А здесь постоянно бежит вода. И вот у нас оползневые склоны. Почему здесь частный сектор? Это же центр Сочи. Вот я сейчас даже могу показать. Вон у нас море видно. Море и там вон гостиница жемчужина вон на дальнем полане. То есть это самый-самый центр. И он отдан был изначально под частный сектор, потому что это пойма реки. И здесь оползневые склоны. Вот они все, оползневые склоны. И здесь бывают часто и дома начинают съезжать со склона, если его как следует не заглубили. В общем, вот это вся история. Жизнь в горах, она, конечно, живописная, но непростая. Очень непростая. Выкапываю кусты. У меня их тут три. Остановилась чуть-чуть отдышаться. Да, вот так это выглядит. Сейчас подниму. Один. Как он приживется или не приживется? Такой большой куст. Второй. Ну, во всяком случае, попытаюсь пересадить. А тут уж как получится. Сейчас отдышусь. И вот этот вот, самый мощный, буду копать. Потому что, конечно, все, что на южную сторону, то всегда самое мощное. Ну вот и закончился первый этап работ. Убрала все растения. Потом будем, ну, срезать, скорее всего. Конечно, срезать вот ту штуку. Наверное, все-таки придется... Вот у меня вдоль идут. Вот так вот, наверное, буду так вот делать. Да, вот так вот. Срезать эту всю землю. Тоже, куда ее девать? Ну, в общем, камни таскать. Склоняемся к габионам. Как их делать самим или еще что-то. В общем, не знаю. Пока что вот все прибрала. И чистый лист. Ха-ха-ха. Так, что у меня здесь росли? Вот виноград. Пришлось его очень сильно апчекрыжить. Посадила его. И, кстати, вот у него пошел первый росток. Не знаю, приживется он или нет. Столк освободила. Жалко, конечно, потому что он у меня только два года как начал плодоносить. В принципе, я его и черенки нарезала. Но это опять там сто пятьсот миллионов лет ждать, когда начнет плодоносить. А этот, ну, попробовала. Не знаю, получится так получится. Дальше у меня был мандарин. Мандарин пересадила в горшок и поставила на веранду. Специально хочу вот в горшках, чтобы у меня цитрусовые были не только на открытом грунте, но и в горшках. Мандарин. У меня есть лимоны надо, и апельсин надо еще посадить. Это, знаете, как мой запас. Ну, что-то мы вот, например, прошлой зимой очень сильно разругались с мужем. Думаю, блин, перееду. А как я с собой? Мне нужны, чтобы он взял с собой кустики, любимые, и увез, и любовался вместе с ними. Ну, в общем, да, в целях продовольственной безопасности, цитрусовой безопасности, хочу все основные цитрусы, мандарин, лимон, апельсин, посадить в горшки, и чтобы они росли в горшечном саду. Ну, вроде бы удалось, а он удалось, вроде бы он такой живенький и даже пытается набрать цвет, мне так кажется. Ну, вообще, наверное, не надо ему этого давать делать, вот, но он набирает цвет. Ну, я его сейчас брызгаю по листям и, как бы, ну, в смысле, удобрениями, да. И, конечно, он у меня и раньше рос в горшках, а потом его посадила в землю, и я посмотрела, насколько сильно отросли корни. Конечно, пришлось все это дело подрубить, но посмотрим. И третья моя страдальца, это живая изгородь, вот, посадила ее сюда на склон, вот, сейчас посмотришь, как будто бы здесь и росла, ужасно, потратила кучу сил. Тут, конечно, пришлось все укреплять камнями, и там землю было не прокопать, и здесь, конечно, у меня было место такое, ох, теперь надо забор покрасить к этому делу, место у меня было такое, ничего здесь не росло. Вот, дай бог, чтобы эта изгородь прижилась, потому что очень она прямо здесь, как будто и была, и она нужна. Конечно, здесь пока есть проплешины, я ее сильно не стригла, потому что, ну, и корни повреждены, еще и стричь. В общем, я сейчас, молю богов, чтобы не было ливня, потому что, если случится ливень, вся эта земля смоется вон туда, вон прямо с горы, по отвесному склону. А так эти вот, в принципе, это хорошо для этого места, потому что, когда я выкапывала корни, они такие прямо мочковатые, и очень хорошо укрепляют землю и по поверхности, и прямо нужно здесь растение. Дай бог, чтобы прижились, буду плевать. Да, ну и да, уже начались, конечно, весенние приборки, подстригла, придала чуть-чуть форму, вообще хочу еще больше шариком сделать, это гранат. Да, здесь мои пальмочки тоже все подстригла, листья убрала. Ну, в общем, все, началась жаришка в саду. Раньше в школе писали сочинения, как я провел лето. В общем, как я провела выходные? А вот так, в саду, с лопатой, с граблями и большой физической работой. Ну да. До свидания. Удачи. Удачи. Хорошо.